здравствуйте уважаемые читатели сегодня я проведу очередной обзор книг в этот раз тема художественное декоративное народное искусство русского севера фонд центральной городской библиотеки имени ломоносов архангельская область является уникальным собранием крестьянских мореходных рыболовецких ремесленных и культурных традиций в основе народного декоративно-прикладного творчества лежит ручной труд мастера или корректива мастеров использование природных материалов и практическое назначение изделий спектр видов народно-прикладного творчества русского севера ярок и разнообразен к ним относятся резьба по дереву и кости оплетение из бересты и корни сосны щипные изделия вязание крючком на спицах в том числе орнаментальная северная вышивка народная кукла лоскутное шитье ткачество роспись по дереву гончарное дело длинная игрушка северная козуля и пряник первая в нашем обзоре книга надежды николаевны пеликина деревянное зодчество севера особенности эстетики и технологии книга вышла в 2005 году в издательстве правда север русский север эта территория особенная во многом неповторимая где длительное время сохранялись элементы национальной древнерусской культуры здесь была благодатная почва для развития всех форм деревянного строительства и архитектуры течение времени они активно перерабатывались развивались варьировались и совершенствовали на этих страницах главное элементы украшения деревянных домов видимо декор домовая резьба зарядились как ответ на человеческую потребность преображение среды и самого архитектурного объекта книга представляет живой переработан автором опыт созерцания любования памятниками деревянного зодчества русского севера а иллюстративный материал преимущественно этой рисунке самого автора северный дом украшали не только резьбой но и росписью в 1959 году загорский музей народного искусства теперь это сергиев посад организовал экспедицию на северную двину с целью классификации видов крестьянской росписи заведующий отделом народного искусства музея ольга круглова и журналист елена комова обследовали четыре района по течению северной двины красноборский черевковский верхнетоемский и виноградовский потом по карте составленной загорской экспедиции работали государственный исторический музей государственный русский музей научно-исследовательский художественный институт художественной промышленности архангельский краеведческий музей и другие а итогом экспедиции стал альбом народная роспись северной двины он был издан в москве в издательстве изобразительное искусство в 1987 году ценность издания в том что в нем обозначены виды северной росписи в основном это пермогорская борецкая и ракульская показаны сюжеты росписи близкие конописи детали характерные цвета каждой кроме того дано описание деревенских улиц особенности архитектуры и внутреннего убранства северного дома названы имена мастеров росписи сегодня этот альбом проводник в прошлое северной деревни сохранивший ее рациональность и красоту следующее издание ремесло за плечами не виснет эту книгу написал народный мастер владимир николаевич бурчевский книга автобиографично автор рассказывает о своей судьбе о создании первой в стране школы народных ремесел для детей в 1964 году владимир николаевич окончил техническое училище номер восемь в архангельске работал в северном морском пароходстве а будущее еще школьником бурчевский познакомился с известным мастером феодосием николаевичем сухановым который поделился с ним своим опытом по плетению из бересты и корня передал знания по заготовке природного материала это были первые шаги юного подмастерия плетение из бересты и осталось для владимира николаевича главным и самым любимым из всех народных ремесел каким ему еще привелось освоить в жизни актер носит звание заслуженного работника культуры российской федерации почетного гражданина города архангельска книга ремесло за плечами не виснет о народных мастерах по море нелегком и благородном пути возрождения старинных северных ремесел в 2006 году книга была удостойна ломоносовской премии в ней есть приложение берестяные чудеса в котором владимир николаевич бурчевский дает практические уроки по берестяному делу это приложение положило начало серии мастер-класс ремесло за плечами не виснет в этой серии в память о мастере александре степанович и рюмине владимир николаевич бурчевский сдал книгу глину не мять красоты не видать мизинский мастер из поселка каменка александр юмин сохранил уникальную технологию изготовления тимощельской глиняной посуды промысел существовал несколько сотен лет почти в каждом дворе был гончарный станок тимощельские жители шутку называли горшками делали они не только горшки и крынки но производили кирпич делали грузы для рыболовных сетей емкости для парки белья кубы мастер вспомнил ремесло и научил автора владимира николаевича бурчевского когда тот приехал в каменку на родину юмина книга уникальное пособие по изготовлению некоторых глиняных изделий традиционным тимошельским способом она расскажет о самых основных приемах гончарного искусства научит изготовлять предметы быта как и какую глину использовать для работы как изготовить и разукрасить глину игрушку а благодаря многочисленным иллюстрациям можно увидеть весь процесс своими глазами значительную часть прикладного художественного искусства русского севера составляет народный костюм альбом поморский традиционный костюм вышел в издательстве правда севера в 2007 году его автор тамара антона львачева руководитель народного ансамбля сугревушка данный альбом уникальное пособие которое заинтересует не только руководителей фольклорных коллективов и творческих мастерских то есть не только специалистов но и самый широкий круг читателей в альбоме много цветных иллюстраций выкройка старинных поморских одеяний автор обратила внимание что на старинных фотографиях у северных крестьянах поясок всегда завязан справа стала интересоваться и пожилые женщины во многих районах подтвердили да за правым плечом ангел-хранитель и справа же узелок для силы сомнения развели и архивные материалы в альбоме подробно даны выкройки традиционного поморского костюма сарафанок кофт рубах кокошников платьев а сами участники коллектива сугревушка освоили многие ремесла различных районов архангельской области рисунки фотографии выкройки и традиционное женское ремесло помогут самостоятельно сшить или освоить любой наряд по страницам этой книги тему продолжает книга мизинский костюм автор наталья павловна лютикова эта книга каталог в ней представлены коллекции крестьянского костюма мизинского уезда архангельской губернии 19 начала двадцатого веков собрание архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства малой карелы насчитывающие около 600 предметов представлены как отдельные предметы одежды так и 97 комплектов костюма мужского и женского праздничного бодничного промыслового в работе над каталогом были использованы полевые материалы собраны в экспедициях и архивные документы и фотографии 19 начала двадцатого веков общие закономерности художественных процессов протекавших в других районах севера тут тоже освещены книга основана на большом источниковеческом материале выявленном в музеях архивах и собранных автором в лешаконском и мизинском районах архангельской области когда мы говорим о традиционных северных ремеслах нельзя не упомянуть наши козули татьяна алексеевна анучина автор монографии вышедший в московском издательстве наука в 2022 году книга называется пряничное дело исследования русского народного пряника обрядового печенья и связанных с них обычаев техники и технологий немного об авторе татьяна алексеевна занимается пряничным делом с 1986 года в 1976 году в архангельском музее изобразительных искусств его директор майя меткевич приняла решение проводить выставки архангельских козу и посетив такую выставку татьяна алексеевна вдохновилась на создание козу и изучение старинного ремесла при этом мастер стала новатором в деле традиционных архангельских пряников они обычно плоские она решила делать объемные композиции и первым шедевром ее пряничного объемного изделия стала копия собора василия блаженного вот а теперь о книге основанием для подготовки монографии послужило изучение автором музейных коллекций пряников разных регионов страны и обширного круга источников литературы где был представлен объект исследования пряник еще с 18 и до начала 20 веков на территории россии во многих губерниях выпекали слепные сколоба и витые жгута фигурки животных птиц деревьев хлебные изображения солнца и земли сохраненные глубиной памятью наших предков на русском севере промысел был распространен на крыгопольщине мизине в бельском шенкурском пинежском холмогорском уездах на терском и зимнем берегах белого моря в каждом северном поселении как и в других регионах россии были свои пристрастия в изображении хлебных фигурок монография это рассчитано на этнографов которые занимаются исследованиями ремесел мастеров пряничников и на всех кто интересуется историей пряников на этом наш обзор книг из фонда центральной городской библиотеки имени ломоносова завершён это лишь небольшая часть изданий посвященных традиционным северным ремеслам спасибо за внимание